Здравствуйте, уважаемые пользователи сайта Все займы онлайн. В этом видео мы рассмотрим непростой вопрос. Что такое микрозайм? Финансовая кабала под сотни процентов или удобный инструмент, который при правильном использовании принесет только пользу. Что же такое микрозаймы? Как говорить правильно, микрозайм или микрозаем? И почему кто-то считает микрофинансовой организацией злом, а кто-то удобным способом приобрести бытовую технику или перехватить денег до зарплаты? Какие же плюсы есть у микрозаймов? Во-первых, микрозайм можно оформить за один день, а иногда за несколько часов. Во-вторых, не нужно никаких справок, достаточно паспорта и номера мобильного телефона. В-третьих, микрофинансовые организации лояльны к кредитной истории. Минусы? Высокая процентная ставка. Микрозайм. Разновидность займов, регламентированных главой 42 Гражданского кодекса Российской Федерации. С 2011 года в Российской Федерации деятельность организаций, выдающих микрозаймы, регламентируется федеральным законом от 2 июля 2010 года. Если деятельность микрофинансовых организаций строго регламентируется государством, то почему в обществе сложилось мнение, что это плохо? Лекарства, электричество, уксусная кислота у вас на кухне – все эти вещи могут принести вред. Однако, если ими правильно пользоваться, все будет в порядке. То же самое и с микрозаймами. Прежде чем перейти к сложным вещам, давайте ответим на один из изувеченных вопросов. Как говорить правильно? Займ или заем? Любой словарь русского языка однозначно ответит вам, что правильно говорить заем. Однако на языке финансистов и простых пользователей принято говорить заем. Именно это слово мы и будем использовать далее. Давайте выясним, зачем люди берут микрокредиты. По опросам, треть из тех, кто прибегали к услугам микрофинансовых организаций, брали микрокредиты для приобретения бытовой техники и электроники. Еще треть брали микрокредиты на неотложные нужды. И особняком стоят такие цели, как медицина, другие кредитные обязательства, ремонт, праздники, туризм и прочее. Но почему эти люди перебегали именно к услугам микрофинансовых организаций, а не брали простой кредит? Для этого нам нужно понять, чем отличается микрозайм от кредита. Итак, в чем ключевые отличия кредита и микрозайма? В случае, если вы захотите оформить кредит, то вам предстоит длительное оформление документов. В случае с микрозаймом это займет один день, иногда меньше. При оформлении кредита очень важна ваша кредитная история. В случае с микрозаймом микрофинансовые организации лояльно относятся к кредитной истории своих клиентов. Оформляя кредит, вы можете получить крупную сумму денег. При получении микрозаймов в первый раз вы можете получить 5-10 тысяч рублей. Далее эта сумма может быть увеличена. Заявка на получение займа заполняется на сайте микрофинансовой организации. Ответ на такой запрос приходит в самое короткое время, от 15 минут до 1 часа. В случае одобрения заявки сумма займа перечисляется на карточный или банковский счет. Также можно получить деньги на электронный кошелек в популярных платежных системах или же наличными с помощью систем мгновенных платежей и переводов. Важно! Микрозайм это способ быстро получить деньги, но не забудьте вернуть их точно в срок. Более подробную информацию о займах онлайн и микрокредитовании вы можете найти на нашем сайте «Все займы онлайн». А в следующем выпуске мы расскажем вам о том, какие подводные камни есть при оформлении микрозайма и как их обойти. Также на нашем сайте самая большая в Рунете база реальных отзывов о микрофинансовых организациях. Подписывайтесь на наши социальные сети ВКонтакте и в Фейсбуке. Там вы найдете много полезной информации и интересные советы. А на этом все. Берегите себя и подходите с умом к решению финансовых вопросов. Редактор субтитров А.Семкин